Сегодня мы поговорим про группы, про создание пользователей И, наверное, последние слова про FistApp скажем Поэтому у каждого пользователя есть группа с таким же именем Которая автоматически создается при создании пользователей Когда я создаю какой-либо файл, автоматом ему назначается владель-пользователь И группа по умолчанию, да, то есть с таким же именем Как мы можем посмотреть список групп? Список групп содержится в файле etsy.group Вот здесь список всех групп, какие существуют в системе Остается, что мы здесь видим? Имя группы, да, слева Потом через двоеточие, честно, что такое x я не знаю Это, наверное, как бы пароль для группы Идентификаторы группы GUID И пользователи, которые состоят в этой группе Вот здесь, например, ну и понятно, что по умолчанию Когда мы создаем пользователя, группа создается Вот, например, группа user с идентификатором 1000 И здесь не указано, что это пользователь в этой группе Но фактически пользователь в этой группе То есть пользователь с таким же именем состоит в этой группе Здесь, например, видно вот здесь, да, что у нас пользователь PostFix состоит в группе mail Таких пользователей может быть несколько По-моему, они через запятую перечисляются Какой еще способ, да, если нам нужно отредактировать Мы можем открыть с помощью любого текстового редактора этот файл Но мы можем открыть его быстро Существует специальная команда VGR То есть VREDACTOR, да, VREDACTOR, да, VREDACTOR Вот мы открыли этот список VREDACTOR И можем его редактировать Точно так же существует, на всякий случай Напомню, группа, команда VPV Которая позволяет сразу редактировать пользователей Но об этом мы поговорим позже Каким образом мы можем создать группу? Существует две команды ADGROUP и GROUP AD Они разные, но выполняют одну и ту же функцию Какая-то из них появилась раночки Какая-то позже Не скажу, честно говоря Давайте попробуем Ну вот видите, в CentOS, например, одной из них уже нет То есть осталось только GROUP AD Но в более старых дистрибутивах Либо в других типах дистрибутивов Скорее всего будут доступны обе канала GROUP AD И допустим, тест 1 А вот мы создали группу И вот мы видим В конце появилась группа тест 1 Автоматически был установлен идентификатор следующий То есть был 1000, 1001, 1002 Если мы создадим следующую группу То автоматом будет 1003 Как мы можем добавить какого-то пользователя в группу? Естественно, просто дописать его в нужную строку Давайте добавим сюда пользователя юзер Отлично Добавим Так, станем пользователем пользователю Я сейчас пользователь В своей домашней территории Я могу создать некий файл Просто тестовый С тестовым содержанием Мы видим, что он создался И что у него и владелец, и группа одинаковы От имени того пользователя Под которым я его создал И когда я вхожу в систему Я могу состоять в целом наборе групп Этот пользователь может состоять в целом наборе групп Но когда он входит в систему Ему по умолчанию задается группа В которой он с таким же именным Как и имя пользователя Если я запущу какой-то скрипт Он точно так же будет запущен От имени этого пользователя И от этой группы Но что если я хочу, чтобы Моей текущей группой была другая группа Я могу переключиться вполне С помощью команды new.grp Допустим, тест 1 Мы недавно создали Меня спрашивает пароль Я не знаю, какой пароль Потому что я его не задавал Что мы можем сделать Мы можем задать пароль для группы Так же, как и для пользователя Мы помним, чтобы команда для того, чтобы задать пользователю пароль Пасвд А тут джигпасвд А тут джигпасвд Это довольно наговорящее название Нужно указать группу И надо выполнить команду от имени суперпользователя С помощью суду Например Окей, я не помню пароль от пользователя Тогда я просто стану суперпользователем И все же таки Задам пароль Все, я задал пароль Снова я под пользователем И снова я хочу стать Как-то изменить свою текущую группу Указывай пароль И вот он Да, кстати, хорошая команда ID И я могу посмотреть информацию о себе Да, то есть вот Тут указан вид мой Идентификатор пользователя И мой текущий гид Да, видно, что это 1002 То есть группа тест 1 И также указано, в каких группах я состою И теперь, если я создаю какой-нибудь другой тестовый файл То будет видно, что у нового файла будет уже другая группа То есть так я могу перемещаться между группами, но мне надо знать от них пароли Вот как посмотреть на текущую группу, от которой создастся файлы У нас показывают все группы, которые мы составим файл Не только, смотри, там есть вот гид Гид это текущая группа И, естественно, все файлы, которые будут создавать либо запускать скрипты Они будут от этого пользователя Как я могу поменять группу пользователя Файл, например Есть команда chgroup Указать группу Допустим, user Для файла тест 2 Вот я вижу, что для файла тест 2 Группа изменилась на юзера была У нас где-то она Вот здесь вот Тест 1 Ну, это один из способов Окей, это то, что я хотел рассказать про группы Лично для меня это Для меня самого это было интересно Я как-то не знал про команды Вот gpsvd UGRP И течкрип тоже никогда не пользовался Здесь понятно То, что было, вопросов нет Отличе Теперь Еще раз поговорим про права ... Это скорее повторение Но, я думаю, что лишним не будет итак как мы можем узнать права на файл например сделать с ним цель и указать конкретно и мы видим что у нас здесь есть набор прав которые буквами обозначаются тут есть три группы это пользователь группа и все остальные первым может быть да например если мы сделаем как-нибудь да это обозначает что это директорию как изменить права это у нас есть команда чмод на позднее понимают несколько параметров как-то способов записи например есть а буква плюс а это пол надо для всех стал и для пользователей для группы и для всех остальных права rvx это чтение запись исполнения на файл и мы видим что установили все права если мы хотим установить для всех только чтение и запись ведь это вот такой способ записи он по всей видимости действует я им честно активно не пользуюсь но похоже что он действует как плюс это установить минус это убрать эти мы убрали права на чтение и запись для всех также мы можем более четко выставлять права например тут есть кубы на можно запомнить пользователь user джин это граук группа и о остальные ага и есть другой способ записи он действует не добавить удалить а именно установить это битовая циферная запись когда мы делаем например 640 тест . текст а соответственно здесь у нас четверка соответствует чтению двойка записи единица исполнения сейчас мы знаем для какой группы нам для кого нам нужно установить права и создаем сумму цифр которая соответствует тем правам которые нам необходим да то есть 6 это 2 плюс 4 то есть это чтение запись для пользователя 4 это чтение для в данном случае для группы никаких прав для всех станет если мы установим единичку дадим права на исполнение здесь нам не нужно использовать какой-то минус или плюс просто ставим нужные права и получаем собственно волна то есть еще раз про команду чмод фактически понятно отлично далее у нас fs так я практически все рассказывал кроме 1 1 вещь дайте как-то в качестве повтора расскажите мне про столбцы состава что указывается в первом столбце либо то есть это то устройство которое мы хотим монтировать второй столбец нету . монтирование куда монтировать до 3 столбец это тип файловой системы четвертый ну это информация как-то параметры монтирования что тут есть определенный набор который предоставляет операционная система но могут быть для разных типов файловой системы разные параметры при монтировании nfs или вот мы монтировали сам башару тут можно указывать какие-то дополнительные параметры для монтирования следующий столбец это указание для утилиты дамп если вы ее используете делать ли резервную копию данного раздела данной файловой системы и последний столбец напомню это требуется требуется ли проверять файловую систему с помощью утилиты вск периодически при перезагрузке происходит проверка файловой системы просто на всякий случай во время загрузки здесь мы можем указать нужно ли проверять вообще если не нужно это ноль и в каком порядке есть два параметра единица и двойка соответственно корневая файловая система должна проверять в первую очередь и если вы уж хотите проверять ставится параметр единица всем остальным файловым системам можно ставить параметр двойка что-то очень быстро ну ладно итак сегодня поговорим про этот столбец параметры монтирования я их наизусть не помню но их помнит википедия итак по умолчанию можно ставить дефолт дефолт соответствует определенному набору параметров рв да то есть мы монтируем файловую систему с правами на чтение и записи давайте подождем секунду итак итак это надо будет вырезать там готово? слушать итак мы говорим о параметрах монтирования файловых систем из файлов из tab да вот этот вот четвертый столбец итак что-то дефолт да это набор определенных параметров первый из них рв то есть монтировать файловую систему с возможностью как чтения так и записи suite это возможность ставить вот мы говорили на одном из первых занятий про suite и sgit дабит далее д что такое деф не знаю что такое деф а ну то есть на этой файловой системе можно создавать файлы устроить да то есть директория деф экзак можно исполнять файлы да то есть есть возможность для исполнения авто это файловая система будет смонтирована при загрузке системы казалось бы зачем добавлять в файлы системы которые не будут монтироваться при старте но как мы помним например можно использовать команду минуса который смонтирует все что есть в состав во вторых можно монтировать с меньшим количеством параметров файловой системы которые содержат файловую систему по умолчанию может только супер пользовать и асинхронные все операции вода вывода должны выполняться асинхронно что такое синхронная синхронная честно говоря такими ну как-то не собрался разобраться может кто-то из вас знает что значит синхронно что значит асинхронно то есть там в одном случае по моему можно параллельно выполнять операции чтения записи в другом по моему нельзя это то что подразумевает под собой дефолт параметр еще раз пройдемся авто автоматическое монтирование либо монтирование после минуты минуса вот обману вас дает но авто только вручную экзек позволяет исполнять бинарные файлы то есть например у вас есть какая-то файловая система в которой вы предполагаете будут просто храниться файлы пользователей такая файл помойка и вы знаете что вам точно сервере не надо исполнять какие-либо файлы которые будут лежать в этом разделе жесткого диска и вы можете для повышения безопасности отключить возможность исполнения бинарных файлов то же самое можно смонтировать файловую систему только для чтения если это какой-то архив который вы знаете что изменять не надо но вам нужно предоставить доступ к нему вы можете смонтировать файловую систему без возможности записи нет по идее это не будет бинарным файл с бинарным файл это программа ну скомпилировать не пробовал кстати интересно но написано бинарные по идее скрипты не бинарные ну то есть нужно указать интерпретатор да получается если интерпетатор лежит на этой же файловой схеме получается если вы смонтировать опять же корневую файловую систему с этим параметром то скорее всего система работать также если вы хотите предоставить непривилегированным пользователям возможность монтировать эту файловую систему то вот есть параметры юзер сует на сует это возможность использовать соответствующие биты но что у вас на этом на этой файловой системе не будет директории дав и естественно вы не сможете видимо назад ну чрут окружения создать есть интересный параметр то есть который используется по умолчанию это им составим время доступа когда вы обращаетесь каком-либо файлу у вас меняется время доступа к ним и при большом количестве файлов при большом количестве обращений к ним это можно может создавать довольно большую дополнительную нагрузку если его мне принципиально имеется информацию о времени доступа к файлам то можно смонтировать файлы системы с параметром новая тайм где-то можно использовать например вы можете хранить базы данных mysql на файловой системе с отключенным на тайм и это даст вам некий прирост производительности насколько большие наверное не глобально большой но какое-то количество процентов придал питье но я точно не знаю часто скажу и релва тайм но тоже что-то связанное с этой но это то что я хотел сказать про феста запомнить наверно сходу это немного сложновато но вы можете сделать поиск википедии по феста до вот примерно через запятую фактически мы с вами разобрали полностью и феста и думаю что ближайшее время так пользователи есть два способа создать пользователей я не удивлюсь если в этой в этом дистрибутиве не будет старой команды я бы сказал от инвестиции вообще нет команды для создания пользователей наверно просто центр 7 он такой очень сильно обновленный и вероятно здесь какой-то другой способ создания пользователей переключимся что ли на другую данный банк есть конечно более старая утилита она позволяет ну по минимуму создавать пользователя что нам нужно указать домашнюю директорию пользователя юзер и имя пользователя окей мы создали пользователя как я говорю посмотреть пользователи можно файлы наверно этого не верю и тси посуда но в последние строчки у нас есть информация пользователь имя пользователя его юрид и гид домашняя директория пользователя опять же создалась автоматически группа даже кроме должна была создаться до создалась группа с таким же соответствующим именем и гидом что нам нужно нам нужно задать пару для пользователя и давайте посмотрим содержимое утилит директорий home где содержится все домашние директории всех пользователей мы видим что там нет директории с нужным именем нам нужно не создать и задать ей пользователей группа окей теперь мы можем зайти под этим пользователем я думаю что из под супер пользователем можно они под супер пользователем нельзя вот зашли на смотрите эти у нас здесь такое красивое приглашение здесь пустота на то есть только значок соответственно что еще не сделать у нас есть директория это все скелетону скелет который находится ряд файлов по умолчанию с базовыми настройками для башенок для башен фактически и нам нужно их скопировать директорию пользователя можно но не с помощью этой тилит я просто показываю коми как работает вот конкретно утилита ну и потом увидите вы видите что фактически происходит при создании нового пользования но четко перенес задать права нужно но владельцев и станем этим пользователем и мы видим что у нас такое же приглашение как и остальные и фактически это нужно очень много операции сделать вручную чтоб нам получить пользователь но есть другая утилита адьюзер почему они сделали их настолько одинаковыми я не знаю я думаю чтобы запутать потому что я никогда не помню какую утилиту надо использовать он нам пишет создали пользователя создали группу объединили пользователя добавили пользователя в группу создали домашнюю директорию и скопировали файлы из скелетона сразу это все делает это утилита осталось задать пароль и разные параметры но такие необязательно именно там комната телефон прочее и все пользователи создан да можно вопрос чем с кем отличается от домашней директории пользователя в котором есть уже те же файлы для настройки для баш то есть у каждого вроде пользователя есть в домашней директории настройки для баш а в скелле что помещается? они попали в домашнюю директорию изначально при создании пользователя из директории скелл да то есть это директория в которой лежит набор файлов вы можете его расширить которые будут скопированы в домашнюю директорию пользователя при его создании соответственно как нам удалить пользователя команда называется визер дал все он удален и смотрите да в данном случае осталось директория пользователя файлы пользователя не удалились но мы видим что здесь отображается не имя пользователя а ювит и гвид который раньше соответствовал этому пользователю то есть пользователь фактически системы удален но файлы остались и владелец такой ну как бы не существующий но фактически я думаю да ну это возможно да можно сделать пользователя с определенными мы можем теперь удалить это эти файлы вручную утилитара минус это рекурсивно удалять то есть под директорию и f это не спрашивать вас об удалении вот такую формулу лучше использовать когда вы на стадии на сто сорок шесть процентов уверен что это надо удалить и вы нигде не ошиблись потому что можно удалить лишнее как мы знаем как мы знаем восстановление удаленных файлов в линуксе может быть затруднено да то есть корзине нет если вы удалили то вы удалили кстати как вы могли видеть при удалении пользователя он у нас тоже ничего не спросил да просто грохнул поэтому очень аккуратно пока ну да если просто сделать юзердал имя пользователя файлы остались фактически вы можете восстановить этого пользователя просто создав пользователя по моему нет то есть возможно есть дополнительные утилиты честно не знаю но по умолчанию нет в командной строке есть графическом интерфейсе там есть если вы хотите сразу удалить пользователя вместе с файлами то есть параметры минус на то есть юзер один например и он удаляет во первых директорию пользователя во вторых его файл с его почтой локальность для мэнспл и я не ожидал но это все что я в торскому да получилось очень быстро есть вопросы по этим темам но пока не рады что мама как-то задать для пользователя группы предоходитесь заходе назначается группа умолчания можно ли это поменять хороший вопрос не знаю наверное можно вот здесь вот например указать айдишник другой но ты здесь указан видеть айдишник пользователя и айдишник его группы давайте попробуем мы пытаемся изменить айдишник по умолчанию нас есть вот какой-то айдишник 111 айдишник айдишник вот 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 изменить по умолчанию вот еще я так и не знаю что еще можно сказать создание удаления создание групп давайте еще скажу что то мы можем добавлять пользователей в группы не заходя в файл вот этот играл а с помощью команды потому что если вы хотите добавить пользователя в группу с помощью скрипта нет команды открыть файл написать у него что то ну хотя как можно перенаправить например но есть команда юзер мод и параметры минус g правда не помню какие там группы есть у него группа 34 видео вот и пользователь добавился в конце появился а это что такое что произошло я добавил пользователя в определенную группу с помощью команды юзер мод что за группа какая странная ну просто от балды какая то системная группа которая была создана при установке а они что то значит эти от балды системные группы старые идеи какие что то значит что то наверное видео или games я не уверен что это на что то влияет да но какие то системные группы типа сисло к фьюз то суда суда они естественно влияют что с с с ну да это связано с операциями сисло конкретно не скажу я не знаю все эти группы честно скажу единственное с чем вот я встречался это с группой суду то есть чтобы пользователь мог воспользоваться командой суда вам нужно либо в конфигурационный файл прописать этого пользователя либо зачастую там есть что доступ к системе полностью имеет все пользователи которые входят в группу суда и вы можете добавить пользователя группу суда перелогиниться и воспользоваться эту команду либо например в дебе когда вы ставите десктопный вариант с графической оболочкой по умолчанию почему-то звук у них доступен только руту вообще реально операции со звуком либо пользователям входа я входящим в группу аудио по то есть вы создаете пользователя пытаетесь там послушать что-нибудь а у вас звука нет вот и вы добавляете вот с помощью изермод например пользователя в группу соответствующую и получаете ну перезагружаетесь и получаете звук только ну а а и и и и Продолжение следует...